29 марта это официальная дата начала Брекзита. Британский кабинет министров наконец-то объявил, когда стартует процедура развода с ЕС. Как реагируют политики и простые граждане? Узнаем у Оксаны Кундеренко. Обещала, выполняет. 29 марта официальная дата, когда Тореза Мэй отправит письмо из Лондона в Брюссель. Письмо с официальным уведомлением. Она задействовала статью 50 Лиссабонского договора и начинает процедуру Брекзита. Это значит начнутся долгие и непростые переговоры о торговле и границах, о перемещении людей, праве работать и учиться и еще о многих и многих спорных вопросах. Когда народ в прошлом году проголосовал на референдуме, это было не только по поводу выхода из ЕС. Народ голосовал за перемены, за то, чтобы страна работала на благо всех, а не привилегированного меньшинства. Президент Евросовета Дональд Туск на новости из Лондона отреагировал быстро. Ему понадобится всего двое суток, чтобы раздать инструкции оставшимся странам-членам ЕС. В столице Европы не скрывают, их команда давно готова к разводу и получше, чем сами британцы. Нам сообщили заранее, мы давно готовы к переговорам и с нетерпением ждем официального письма. Теперь, когда есть конкретная дата, 29 марта, мы уверены в себе. Бюрократы и чиновники настроены работать, а вот люди в подвешенном состоянии. Десятки тысяч человек по обе стороны Ла-Манша вынуждены бегать по кабинетам и собирать бумажки, чтобы получить право работать и жить либо в ЕС, либо в Британии. Вдруг ты оказываешься гражданином второго класса. Работать тебе надо столько же, сколько и остальным, а проверки превращаются в круги ада. Можно и без работы остаться. Впрочем, недовольство ничего не изменит, процесс отделения от ЕС уже не остановить. А сама Европа тем временем готовится к празднику. На этой неделе в Италии отмечают 60-летие подписания Римского соглашения. По сути, это создание ЕС. Но Терезу Мэйна торжества не позвали. Если все пойдет по плану, то еще одно историческое событие Brexit состоится в марте 2019 года. Оксана Кундеренко и Валентин Белич. Подробности Британское бюро телеканала Интер.